Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах о музыке и кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о веселой, очень насыщенной приключениями и различными выдумками книги писателя-фантаста Евгения Замятина. Вот такое издевательское вступление. Мне хочется предпослать рассказу о страшном и совершенно пророческом романе «Мы», потому что мы совершенно не можем воспринимать эту книгу так, как она написана. Она написана с большой выдумкой, это правда. Там действительно изобретены те вещи, которые не воплотились во времена Замятина в жизни, но он чаял их воплощение, потому что весь XX век был направлен именно в эту сторону, в сторону заключительной фразы романа о том, что разум победит. Так вот, разум победил, и победа эта абсолютно страшна. Значит, что мы имеем в романе? Мы имеем героя, на которого мы не можем смотреть беспристрастно. Мы имеем события, которые мы не можем оценивать как воодушевленный читатель, допустим, из другой эпохи, из другой планеты. Представьте себе, что он не в курсе истории XX века, он открывает этот роман, и он читает, конечно, трагическую, но такую интересную историю, захватывающую. Мы не можем эти события объективно воспринимать. И мы имеем пророчество, которое уже сбылось, и от этого только жутко, потому что на самом деле мы понимаем, что каждое пророчество – это такой бесконечный варь из Пандоры. Ты открываешь варчик, а внутри другой, открываешь, а внутри другой. И каждая утка, каждый заяц, каждое яйцо страшнее предыдущего. И вот где же находится эта самая Кащеева смерть, когда наконец закончатся эти пророчества, когда наконец мы сможем подвести черту под всем, что писал Орел, Замятин, Хаксли. Это совершенно непонятно. И если вам кажутся проблемы, скажем так, антиутопии, проблемы вот этого совершенного и блистательно античеловечного, блистательно отрицающего всю нашу историю, всю нашу культуру, все наши ценности общества будущего, пожалуйста, посмотрите сериал «Черное зеркало». Допустим. Это действительно цикл страшных новелл, каждый из которых представляет собой законченное фантастическое произведение, которое совершенно невозможно смотреть равнодушно, потому что ты понимаешь, что для этих новелл все уже создано. Вот технологии, вот, пожалуйста, бери и пользуйся. И только по случайному недосмотру человечество еще не скатилось в ту бездну, в которой находится общество под предводительством благодетеля. Совершенная структура, отделенная непроницаемой стеной от внешнего мира, где живут дикари. Общество совершенно идеальной структуры, пусть не настолько забюрократизированной, чтобы розовые талончики получать на интимные отношения с подругой в абсолютно стеклянных домах. Но, тем не менее, общество, где даже личных имен не осталось у героя. И вот тут возвращаемся к моему тезису. Это очень интересная книга, которую мы не можем прочитать незашоренными глазами. Герой, которого зовут Д-503, никогда в жизни больше не будет восхищать нас этой выдумкой. Надо же, порядковые номера у людей. Потому что у нас в бэкграунде, извините меня за выражение, Аушвиц и Дахау, у нас в бэкграунде один день Ивана Денисовича. И если имя героя почему-то заменено буквой К с точкой, мы то точно и твердо знаем. Ничем хорошим сюжет для этого героя кончиться не может. Если имя героя заменено буквой, будь то Щ, значит, будь то Д-503, будь то Y- у Герберта Франкель, мы понимаем, о каком обществе идет речь. Это уже штаб. Далее, сюжет. Здесь у нас есть любовь. Причем любовь, оказывающаяся, конечно, обманом, но тем не менее. Ведь любая любовь, даже ложная, это душевное перерождение, это открытие новой жизни, Дольче Вито, новая сладкая жизнь. И, конечно, герой покупается на эти призывы, идет вслед за своей возлюбленной, чтобы потом наблюдать ее чудовищный финал. Это, ну, вы понимаете, да, тут спойлерить сложно, потому что понятно, что добром не кончится. Но все-таки некоторые вещи, вроде хаоса, разрушения, с бунтами, с кровавыми жертвами, которые воцарились на захваченных участках вот этого идеального государства, вроде машины благодетеля, которая в молекулярную пыль уничтожает людей, вроде этого чудовищной пытки удушением, когда из-под колпака откачивает воздух, и жертва медленно задыхается до тех пор, пока не потеряет сознание, ее приводит электрошоком в сознание, и требует от нее признания, требует выдать имена, сообщников и так далее. Ну, все, в общем, как в жизни. Это все сбылось. Все сбылось абсолютно. И мы не можем на эти события смотреть, какая там любовная интрига, какое там восстание. Кстати, задним числом мы, замятина, напоминает пародийно все, что угодно. От, я уже сказал, одного дня Ивана Денисовича до «Звездных войн», потому что сюжет тут, там тоже есть восстание, тоже есть, значит, пусть не армия, да, но общество армия клонов, да, потому что все они совершенно стандартизированы, и D-503 никакое не исключение, на самом деле, из них. И, значит, интеграл будет запущен, интегралом они называют некий звездолет, который, значит, понесет вот эту совершенную структуру, эту мечту об обществе и их, значит, набор их идей и свершений в космос, это далеким звездам, значит, и вот это совершенное общество под предводителем «Благодетеля», да, тоже очень хорошее, очень говорящее имя, оно уже, в сущности, было в 20 веке, это разыгрывалось. Что вам сказать? Да все, что угодно лучше, чем это. Все, что угодно. Даже военизированное, вольное, будливое, значит, значит, коммуна под руководством, господи, итальянского этого замечательного, в кавычках, писателя и поэта, да, любая вообще структура, она кажется привлекательной на таком фоне. Зачем Замятину понадобилось писать такую антиутопию? Он видел проблески свершающегося, он не дожил его счастье до осуществления своей антиутопии. И сейчас, читая этот роман, мы неизбежно увлечены и интригой, и сюжетом, и деталями, и продуманностью этого мира, который при всей скупости технической стороны описания, да, не балует нас тем, как у них там связь устроена, как у них там, значит, всякие коммуникации провожены, какой транспорт, какой и так далее. Не об этом книга, да. Вот. При всей скудости деталей это совершенно четко выстроенный мир, да, и мы в него верим. И от этого только страшнее. Читайте Замятина. Замятина это школа жизни, не меньше Орлова. Не прочитав его, вы не поймете вообще, что происходило на этой планете в грешном 20 веке. Посмотрим, что будет в 21. Есть надежда, что Замятинские пророчества наконец сбылись. И это чудовищная череда шкатулок, да, вот, значит, новый Валерий Пандор внутри каждого. Она приостановилась хотя бы, да. Мы не увидим, мы не дойдем до этой Кащеевой смерти, вот, которая и есть смерть общества. Потому что, решив все проблемы человеческого общества, мы избавляемся от самого общества, по-видимому. Так уж устроен человек. Спасибо за внимание. Читайте, наслаждайтесь. Проверено временем. Издательство «Время». Проверено временем.